Алжир и Египет вслед за Индонезией отказались от российских истребителей Су-35. Западные СМИ сообщают о том, что вслед за Индонезией, которая отказалась от покупки российских истребителей Су-35, от этих боевых самолетов также отказались такие страны, как Алжир и Египет. Это крайне негативно сказывается на популярности российского боевого самолета и уже приводит к резкому сокращению потенциала импорта подобных боевых самолетов. Согласно представленной информации, ранее Алжир намеревался приобрести крупную партию российских сверхманевренных истребителей Су-35, однако выяснилось, что у российского самолета нет РЛС с активной фазированной антенной решеткой. В связи с чем было принято решение отказаться от заключения контракта с Россией на поставку этих боевых самолетов. Аналогичная ситуация произошла и с Египтом, которому предполагалось поставить на вооружение партию из как минимум 24 боевых самолетов Су-35. Здесь ситуация оказалась несколько иной. Во время тестового боя, французский истребитель Рафаль смог подавить системы российского истребителя своим бортовым комплексом РЭП, в связи с чем Су-35 сразу же перестал быть интересен для Каира. Появляется все больше указаний на то, что Египет никогда не получит истребители Су-35. Наряду с этим давление США, которое, безусловно, также имело значение. Почему Вашингтон должен продолжать оказывать Каиру помощь в размере 3 миллиардов долларов, включая около миллиарда 700 миллионов, военную помощь, если последний покупает российские боевые самолеты. Но сообщается, что египтяне испытали радары Ирбисе от Су-35 против РЭП-системы истребителя Рафаль, и последняя легко победила первую, сообщает издание The Aviation Geek Club. Российская сторона пока что не комментирует появившиеся данные, однако, судя по всему, за последних несколько месяцев иностранные государства отменили заказ на более чем 50 российских истребителей Су-35. Это, мягко говоря, крайне сильно бьет по репутации российского самолета, если не сказать более. Спасибо за просмотр, за ваши лайки и комментарии. Ребята, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости от нашего канала. Всем мира и добра.